Здравствуйте! В эфире новости Удмуртия в студии Марины Симоновой и смотрите в этом выпуске. Кадровые изменения в правительстве. Министр образования республики покинул свой пост. Госжилинспекция взялась за незаконные перепланировки. Сотню адресов уже выявили. Маршрут немного изменили. У ежевского теплохода появилась дополнительная остановка. Мировое признание изобретения 15-летнего ежевского подростка вошло в сотню лучших научных проектов. Сегодня вузы страны опубликовали первые списки счастливчиков, тех, кто будет учиться очно и бесплатно на бюджетных местах. Первая волна зачисления завершилась. Студентом стал тот, кто не только набрал на ЕГЭ нужное количество баллов, но и успел передать оригиналы документов. Шансы поступить в вузы еще есть, правда уже невысокие. Сегодня же началась вторая волна зачисления и завершится она 6 августа. 6 августа все вузы нашей страны в 6 часов вечера завершают прием оригиналов на оставшиеся бюджетные места. Я напомню, что остаются на второй этап всегда не более 20% бюджетных мест. То есть 80% бюджетных мест заполнено уже сегодня. А в Республиканском Миноборнауке сегодня произошли серьезные кадровые изменения. Глава Удмуртии своим указом освободил Алексея Мирошниченко от должности министра образования. В документе, опубликованном на официальном сайте, указана и причина – министр уволен по собственному желанию. Напомню, на министерский пост экс-ректор Глазовского пединститута был назначен два года назад, в ноябре 2014-го. Сейчас обязанности руководителя Миноборнауки исполняет Зоя Суворова, на протяжении 15 последних лет занимавшая должность первого замминистра. Сотню фактов незаконной перепланировки квартир вскрыли сотрудники Государственной жилищной инспекции Удмуртии. Этот список может пополниться еще двумя адресами. Добиться доступа в подозрительные квартиры инспекторы смогли через суд. Подробности у наших корреспондентов. Больше полугода, рассказывают жители этой ижевской девятиэтажки, они жили словно в зоне сейсмической активности. Дом сотрясал ремонт, который затеял один из новых жильцов. Постоянные звуки перфораторов и груду строительного мусора соседи встревожили не на шутку. А когда один из них случайно увидел, что в квартире творится, поняли – пора бить тревогу. Я случайно проходил, у них дверь была открыта. Вот где туалет, там осталась одна стена, вот где туалет, у нас ванная и туалет. Вот они ванну полностью, все стены убрали. И туалет убрали. Да, туалет они тоже убрали. Вот задняя стена, когда у туалета есть, вот она осталась. Потом маленькая дверь с кухней, вернее, маленькая комната, которая с кухней. Вот эта стена вся убрана. Насколько законно велась перепланировка, жильцы поинтересовались в районной администрации. Ответ специалиста подтвердил все их опасения. Она сказала, что никаких документов, лично мне, я подписываю всю эту перепланировку, никаких документов не было. Все это жильцы изложили в заявление в госжилинспекцию. Те отреагировали, пришли с проверкой. Однако владелец переделанной квартиры оказался несговорчивым. Инспектор впускать отказался. Теперь это ему придется сделать по решению суда. Как правило, как только мы иск подаем в суд, гражданин одумывается и нас пускает. Потому что для него это иные неблагоприятные последствия. Но я столкнулся за этот год уже с двумя гражданами, которые являются упорными, которые не понимают, что они ставят под угрозу своих соседей. И поэтому суд нашу позицию поддержал. Соответственно, в ближайшее время вместе с приставами мы в эти квартиры зайдем и проведем обследование. Сделают это, как только получат исполнительный лист. Впрочем, сегодня есть еще один способ воздействия. Квартиры с незаконной перепланировкой могут быть выставлены на торги. Такое право муниципалитетам предоставил закон. Мера жесткая, но необходимая. А эти кадры лучшее тому доказательство. Это Пермь, июль прошлого года. Пятиэтажка рухнула как раз из-за незаконных перепланировок. Оксана Крикова, Александр Шарабоков, Максим Кузнецов, телеканал «Айодмуртия». В Ижевске может вырасти тариф на холодную воду. Эту информацию подтвердил республиканский премьер. Сегодня ижевский тариф самый низкий в Удмуртии. 13 рублей за холодное водоснабжение и 12 за водоотведение. За последние 8 лет водопотребление в столице упало на 46%. Для водоканала это выпадающие доходы. Повышение тарифа может решить проблему убыточности компании, предполагает Виктор Савельев. Также деньги нужны на ремонт водопроводных сетей и канализации. Если все произойдет так, как задумано, это на 4 рубля подъем тарифа. В общей стоимости квартирной платы это плюс 30-40 рублей. Но нам нужно поднимать сегодня надежность водопроводных сетей и канализации. В первую очередь я всегда говорю о канализации, потому что это самое страшное, если что-то произойдет. Напомню, депутаты Ижевской Думы уже поднимали вопрос об увеличении тарифа. По итогам депутатских слушаний в адрес главы республики направлено обращение с предложением поднять тариф на холодную воду до 20 рублей. В правительстве пока предлагают увеличить тариф до 17 рублей. В Ижевске появился новый причал для городских теплоходов. Теперь катера, следующие по маршруту Ижевск-Волушка, будут останавливаться еще в одной точке. Дополнительная остановка открылась на набережной Ижевского пруда в районе 29 лицея. Почему новый причал уже назвали визитной карточкой Октябрьского района и изменится ли на Ижевском пруду теплоходное расписание, знает Елена Буховская. Набережная Ижевского пруда, 9 утра. Теплоход Москва швартует новенький причал. Его давно ждут здесь, в Октябрьском районе города. Эта старая пристань когда-то была востребованной и оживленной. Многие помнят, как в советские годы здесь продавали пассажирам билеты и причаливали катера. На много лет водную стоянку забыли. Сказалось несколько причин. Место стало непопулярным, пруд изменился, да и сама пристань стала старой. Так заложен этот причал, что теплоходы наши более современные, не выше причальной линии. Поэтому, если маленький теплоход может вставать непосредственно к берегу, большой Москва, не может подходить на такой высоте причала. Высота причала, глубина дна и технические характеристики. Специалисты учли все. Новенький причал понтонный. Его уже назвали своеобразным плавающим мостом. Он соединит пристань и теплоход. А еще он мобильный. Летом будет работать, встречать и провожать пассажиров. А на зиму демонтируют и отправят на хранение на центральную городскую пристань. Она тоже расположена на набережной около концерна Калашникова. Мы обошлись минимальными суммами. Мы нашли решение, потому что, когда речь была о том, что нужно строить постоянный, то есть бетонированный причал, там речь сразу выходила примерно за 10 миллионов. И понятно, что мы этот вопрос решить не могли. О том, как ждали теплоходы и катера у себя под окнами, сегодня говорят ижевчане, точнее местные жители района. Как раз такие сегодня прогуливались по Ижевской набережной и рассказали, что очень рады необычному соседству. Наверное, удобно, потому что тут много населения, желающих много. Живу очень близко, а чтобы прокатиться на пароходе, приходится идти туда. Очень сложно добраться на транспорте до туда, а тут очень легко и быстро, в принципе. А еще теплоходная остановка украсит и дополнит композицию новой зоны отдыха. Как раз сейчас на улице 50 лет пионерии, рядом с 29 лицеем, готовится новый городской проект. Бульвар Воскресенского получил имя экс-директора ижевского электромеханического завода «Купол». Любители прокатиться с ветерком здесь ждут уже через два дня. Первый теплоход новый причал примет в эту пятницу. И, к сведению пассажиров, расписание движения теплоходов останется прежним. Новые транспортные проекты сегодня внедряют не только на воде, но и на автомобильных дорогах. Сейчас ремонтные работы идут в Первомайском районе Ижевска. Переносят трамвайную остановку у Драматического театра имени Короленко. Новая будет находиться ближе к перекрестку Карла Маркса с переулком Интернациональной. Поменяют и название остановки. Сейчас она будет называться не Драмтеатр, а Центральная мечеть. Напомним, решение о переносе остановочного комплекса приняли городские власти. В этом году в конце июля для безопасности пассажиров перенесут пешеходный переход и бордюры. Его установили этой зимой. Кроме того, заменят указатели и аудиозапись с объявлением остановки. Работу планируют завершить уже к середине августа. В этом году у судоводов Удмуртии обильный урожай. Свои излишки пенсионеры продают. Но, как оказалось, продают не на официально выделенных рынках, а у дорог и на тротуарах. Сегодня сотрудники администрации еще раз напомнили дачникам правила торговли. В рейд отправился и наш корреспондент Роман Вагинов. Копейка рубль бережет. А если эту копеечку еще и заработать удастся, это уже ощутимая прибавка к пенсии, говорят пенсионеры. Излишки со своего дачного участка сегодня они продают на всех оживленных перекрестках, вдоль тротуаров и около магазинов. Да вот торговля – это внезаконно, говорят сотрудники администрации. Для этого есть специально отведенные места и мини-рынки. А там очень неудобно и далеко, и тащиться в гору, а тут у нас транспорт рядышком и все. Вы знаете, там ведь на машинах, и что там колхозники приезжают, у них навозу много, товару много, а нам здесь вот рядышком автобус, тут и трамвай. Ну, конечно, и нас отсюда гоняют. Сегодня вот сидела там, голова разболилась, жара же вот сюда перешла, здесь не разрешают, ругаются. Ну, что, посидишь целый день, ничего не продашь и деньги ищи, плати. Конечно, это не дело. Стоит такое место на официальном рынке от 100 до 200 рублей, говорят пенсионеры. Редко, когда заработаешь и такую сумму. Да и мест не хватает, рассказывают продавцы. Вот и занимают дачники и селяне места вдоль тротуаров. На других рынках вы были? Была на других. Там какие цены приемлемые? Также по 100 рублей нет? Нет, там не приемлемые. На трамвайном кольце, там вообще столов нету на улице. 350 рублей на кольце, вот на том, на трамвайном кольце, на бумаше. 350 рублей кусок асфальта грязного. Здесь вот как-то еще, да. Но я говорю, единственное, что приезжаешь, место нет. Работающие официальные мини-рынки и ярмарки есть в каждом районе города. Их перечень можно найти на сайте Ижевска. Есть и свободные места, говорят в администрации. На данный момент в рамках этих ярмарок организовано 1973 торговых места. Из них 406 предназначены для торговли сельскохозяйственной продукцией. И на сегодняшний день на этих ярмарках свободно 190 мест. Больше 190 мест предназначенных для торговли сельскохозяйственной продукцией. Между тем, за торговлю в неположенном месте продавцу грозит штраф. 5 тысяч рублей. Предпринимателю до 50 тысяч. Но стоит ли наказывать пенсионеров за такую торговлю? Не от хорошей жизни они выходят на дорогу. Вступили за пенсионеров прохожие. Да здесь надо вообще свободно продавать. Без всяких. Чтобы их наоборот еще охраняли. Тогда будет лучше. То есть по желанию у вас такое? Да, ну а что? Что с них деньги сделать? Что, они богатые, что ли? Пусть так вот немножко заработают. Скоро дети в школу пойдут. Детей надо везти. Но закон есть закон. Специалисты уже составили больше 100 административных протоколов. На общую сумму 520 тысяч рублей. Проверки на таких несанкционированных рынках обещают продолжить. Роман Вагинов, Александр Широбоков. Телеканал «Моя Удмуртия». И в продолжение темы. Санврачи республики готовы рассказать все о правилах торговли овощами и фруктами, а также бахчевыми. На следующей неделе, во вторник, это 9 августа, специалисты территориального управления Роспотребнадзора проведут горячую телефонную линию во всех городах республики, а также в поселках Игра и Ува. Отвечать на вопросы будут с 10 утра до полудня. Номера вы видите сейчас на экране. Ижевский тинейджер вышел в финал всемирного конкурса научных проектов Гугла. На конкурс было прислано несколько тысяч заявок из 100 стран. Проекты юных участников, их возраст от 13 до 18 лет, пытаются решить глобальные мировые проблемы. От очистки воды до создания экологически чистого топлива. Чем убедил жюри изобретателей из Удмуртии, узнала Елена Керн. Вот и моя третья рука. Вот и мой танк. Первые дорогие сердцу работы уже заняли место в шкафу. Вот третья рука, финалист всероссийского конкурса, попав в число 50 лучших разработок. Рука выложилась на конкурсе в Москве, теперь на полевых испытаниях тормозит. Тормозит, ну это так, это нормально, мы в треом делали, поэтому тормозит. Споры были небольшие, поэтому нормально. Делаешь один, тогда точно все будет работать. Если делаешь в команде, тогда работает хуже. Возможность поработать индивидуально 15-летнему вундеркинду из Ижевска вскоре представилась. Последнее изобретение – матрица из вибромоторов. Она умеет последовательно точкой за точкой писать вибрации цифры от нуля до девяти. С телефона приходит сигнал на блютуз-модуль, обрабатывается плата Ардуино, после чего вибромоторами вибрирует та или иная цифра. Цифра 2, то есть она идет по порядку, у человека вибрирует первый мотор, потом второй, и все по порядку. То есть цифра 2 выглядит вот так вот. А цифра 1, например, выглядит вот так, начиная с этого мотора, проходя через все вот эти и заканчивая этим. Таким же образом возможно передавать и буквы, а значит целые сообщения, догадался Михаил. Новый тактильный способ передачи информации сначала предназначался для людей с нарушениями слуха и зрения. Потом я понял то, что можно использовать не только для людей с ограниченными возможностями, но и для обычных людей. То есть сделать какой-нибудь переносной браслет и, например, те же самые сообщения с телефона передавать туда. То есть человек идет, у него смс-ка вибрирует. Изобретение вошло в сотню лучших научных проектов Google. В списке еще 8 научных разработок российских авторов. Уже 11 августа Google объявит имена 16 финалистов и наградит победителей в Америке. Елена Керн, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». И еще о наших победах. Проект из Удмуртии признали лучшим на Всероссийском форуме «Территория смыслов». Это образовательный форум, организатор Федерального агентства по делам молодежи. Ежегодно он проводится в 8 смен по самым разным направлениям, от бизнеса до политики. Эта смена была четвертой и посвящена межнациональным отношениям. Она собрала молодых специалистов со всех уголков страны. Многие приехали со своими проектами, всего их было более сотни. Но организаторы выбрали наш, удмуртский «Шагаем вместе». Он предполагает проведение молодежных лагерных смен, которые объединяют представителей самых различных национальностей. Есть на сегодняшний день распространяются очень негативные стереотипы в отношении некоторых народов. И знакомя с национальностями, мы тем самым как раз убираем вот эти рамки, сохраняя национальный, этнический как раз аспект каждой национальности. Теперь проект получит дальнейшее развитие. Авторы получили грант 300 тысяч рублей. Первая смена запланирована на апрель. И у меня на этом все. Информационный канал продолжит новости спорта. До встречи.